Сразу же отвечу на вопрос, который наверняка возникнет у моих постоянных зрителей, не подписанных на мой телеграм-канал. Да, это новая локация, на данный момент я не в России. Нет, я не эмигрировал. Знаю, так все говорят. Нет, я не планирую получать другое гражданство. Кто бы мне его дал? Я просто понял, что ждать, когда в твою дверь постучит дядя полицейский, немного веселее, если за твоим окном просто фантастические горы. Жители Кыргызстана, у вас потрясающе красивая страна. А рядом миска дешевой клубники. Ну, я надеюсь, что здесь будет дешевая клубника и черешня. Надо мне перед оплатой всех штрафов России клубники наесться. Если хотите, чтобы я рассказал, с какими приключениями я столкнулся во время этого путешествия, например, как веселился с пограничниками, которые не хотели выпускать меня за границу России, напишите в комментариях. Привет, просветители. Совсем недавно большую популярность среди людей, так или иначе связанных с IT-отраслью, ну, я и сам в некотором роде программист. Нет. Получил вот этот ролик с участием Мишустина. И ребята, которые, ну, я не знаю, говорят, уезжают, я, вы знаете, я не особо верю в то, что все уедут. Обращаясь вот, пользуясь случаем, ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложение. Мы все это можем. Я, обращаясь к вам, хочу сказать, что Родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, и вы надежно сможете и спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать. К сожалению, приблизительно в это же время в каждом обсуждении работы в сфере IT появлялась вот эта картинка. И как показывают цифры, многие доверяют ей больше, чем словам политиков. В Госдуме в рамках заседания «Развитие IT-отрасли в условиях санкций» заявили, что во время первой волны в феврале-марте Россию покинуло 70 тысяч айтишников, а в апреле, скорее всего, уедет еще 100 тысяч. И это только работники IT. Понятно, что для Васяна Подпивковича эта тема не требует обсуждения. Крысы! Побежали за долларами и Макдаком. Но действительно ли только погоня за материальным благополучием, заставляет людей искать гражданство другой страны? Раз уж заговорили о финансах, давайте с них и начнем. Не думаю, что это прям-таки основная причина для большинства, но тем не менее. Когда некоторые заявляли «Да он и нафиг нам не нужен!» Ставьте название любой западной фирмы. Как-то обычно упускался момент, а что будет с российскими сотрудниками этих недружественных компаний? У людей, которые по факту остались без работы буквально за пару дней, было не так уж и много вариантов. Некоторым релокацию предложило начальство. Другие сами поняли, что их потенциальные клиенты-работодатели живут не в России. И теперь нормальной финансовой связи с ними не будет. Получите сейчас зарплату от враждебного государства. В долларах. Еще бы понять, на какую карточку ее получать. Многие, кстати, за карточками и отправились. Здесь могла бы быть реклама банка. Но ее нет. Когда ты производишь какой-то продукт, желание иметь возможность предоставить его целому миру, а не только дружественным странам из весьма ограниченного списка, вполне обосновано. Потому что от этого зависит твой уровень жизни. И высказывание «Где родился, там и пригодился» конечно хорошо. Только вот ипотека все еще существует. Она и у меня есть. Я знаю, о чем говорю. Когда бюджетники начинают рассуждать о зарплатах, какой самый популярный совет? Правильно. Что-то не нравится? Ищите более престижные места. Вы сами знали, что вас здесь ждет. Мы не знали. Вот некоторые люди и руководствуются этой доктриной. И опять же, в закрытой системе расти специалисту весьма и весьма проблематично. Где конкуренция? Понятно, у нас есть Китай. Только вот с российскими учеными КНР как-то уже не очень хочет взаимодействовать. Нечем удивляться, что когда речь зашла о том, что Россия может оказаться изолирована от западного мира, это речь. Люди, которые по факту могут взять свою работу вместе с компьютером, решили уехать. Пока. И требовать от них «оставайся на родине» достаточно сложно. Страну покинули люди с весьма неплохим достатком. Люди, которые хотят хорошо жить. А кто нас научил, что хорошая жизнь там, а не здесь? Ну, лес рук. Чьи дети учатся в Англии? Чьи финансы благополучно? Ну, уже не очень благополучно. Хранятся в европейских банках. Кто виллы в Италии покупает? Кто отдыхать отправляется на Лазурный берег, а не в Анапу? Правильно. Те люди, что требуют патриотизма от других. Человек рассуждает, как здесь классно живется, но вся его семья там. Все туда. Вот успешные люди и берут пример. Нас и наших родителей воспитывали на одной мудрой фразе. Лишь бы не было войны. Именно ей зачастую оправдывалось вообще все, что происходит в стране. Этот самый страх военных действий, понимание, что это самое плохое, что может произойти, и заставляет человека действовать немедленно. В данном случае искать место, где его дети не столкнутся с ними. Сколько бы по телевизору ни говорили про спецоперацию, хлопок и высвобождение, страх за себя и своих близких никуда не исчезает. Более того, здесь даже не важно, кого ты поддерживаешь. Действия одной ядерной державы активно осуждаются другими, не менее ядерными. А разговоры про применение такого оружия тоже оптимизм как-то не вселяют. Не знаю даже почему. Нам очень долго прививали мысль, быть вне политики хорошо. Каждый раз, когда я приезжал домой к маме и показывал ей свои ролики, не дай бог там было упоминание какого-то политика. Тебе больше всех надо? Ну, сказал Медведев про учителей, и что? И при этом она соглашалась, что фраза ужасна, но лучше помалкивать. И вот многих людей политика настигла 24 февраля. И игнорировать это было уже просто невозможно, особенно парням. Ну что ж, вот мы и пришли к главному словосочетанию этого выпуска. О всеобщей мобилизации заговорили буквально на следующий день. И чем сильнее закручивались события, тем реальнее этот страх становился. Те самые далекие от политики люди в красках представляли, как их заставляют воевать. А они все еще не понимают, что происходит. Они вне политики. И если диванные войска всегда готовы в комментариях отдать долг родине, то для многих, и об этом говорят цифры, жизнь гораздо важнее. Естественно, официальные лица неоднократно говорили, что ни о какой всеобщей мобилизации даже речи быть не может. Фейки. Но далеко не все доверяют тому, что говорит телевизор. Слова Захаровой до 24 февраля. Мы все слышали, что никаких срочников там нет и быть не может. А потом оказывается, что они там были. Но неизвестно почему. Это вообще веры не добавило. И да, некоторые люди даже в перспективе не хотят участвовать в военных действиях. И если у тебя есть возможность обезопасить себя, ты это делаешь. И дальше плавно вытекает следующий пункт. Не все россияне поддерживают действия правительства. Нет, я не пытаюсь сейчас на срок наговорить. Я просто озвучиваю данные в ЦИОМ. Раз 74% поддерживай, то сами можете высчитать другой процент. Но это, конечно, если доверять этой статистике. И да, это все еще миллионы людей. Есть ли у человека в России возможность высказать негативное мнение о нынешних событиях и при этом остаться на свободе? Если ты не селебрити и у тебя нет денег на адвоката. Да, наверное, если использовать из опов язык или засунуть язык. Представьте себе, кто-то готов поменять место проживания, чтобы иметь возможность говорить то, что он думает. Не бояться быть задержанным за книгу Оруэлла, за белый лист, за еще кучу вещей, которые с недавних пор дискредитируют все и вся. Да, в России есть люди, которым важна свобода слова. Ну, те бузатеры, которые считают, что они имеют право на одиночные пикеты. И опять же, некоторым айтишникам, не присесть за репост, важнее субсидии от государства. А новые законы для многих стали просто вишенкой на торте. Как некоторые бежали от мобилизации, так другие спасались от надвигающейся Северной Кореи. Понятно, это утрирование. Но вот буквально пару дней назад Симонян в федеральном эфире заявила, как здорово жить с цензурой и без свободной политической системы. А вот мне страшновато жить в стране, где нет никаких политических противовесов. Да мало ли что она сказала. Безусловно. Но где сейчас Твиттер и пара других соцсеточек, которые нельзя упоминать без ссылок и определенных указаний? Отличный пример свободы слова. Ежедневные высказывания политиков про Ютуб. Кстати, подписывайтесь на Телеграм. Рубрика «Фоточка на ней красоточка» ждет вас. Давайте все вместе перечислим незаблокированные оппозиционные СМИ. Алло, вы где? Да, каждая блокировка получила обоснование. Но некоторым важна связь с миром, в том числе западным. Взять тот же Ютуб. Нам предлагают перенести контент на Рутуб. Здесь будет круто. Может быть, все бывает в этой жизни. Но даже если все русскоязычные блогеры перейдут на эту площадку, это все равно будет капля в море по сравнению с тем, что может дать человеку Ютуб. Некоторые товарищи банально не понимают, что есть люди, которые узнают что-то, учатся чему-то по иностранным видео. Знания целого мира в любом случае превосходят знания одной страны. Даже если эта страна самая великая в мире. Сам факт, что защищает тебя, тебя же огораживают от остального мира, для многих принципиален и неприемлем. Естественно, не от всего мира. У нас еще есть Китай и Беларусь. Якарта, якарта, якарта. И если все это подытожить, часть россиян просто в одночасье поняла, что они своей стране не нужны. Более того, мешают, что они могут оказаться теми самыми врагами народа, предателями. И что гораздо важнее, очнуться в автозаке. Или в зале суда. И их пребывание в этом автозаке большинством будет приветствоваться. И возможно, именно поэтому для некоторых айтишников Армения гораздо более привлекательна, чем любая льготная ипотека. Ну а вообще, просто ради Макдак поехали. Я нет. В Кыргызстане нет Макдональдса. Я за клубникой с черешней.